Утепляем бункеры и заряжаем аккумуляторы. Россия угрожает сделать зиму холодной, но боится начинать это делать. Знаете почему? Следующая ставка будет сделана в период, когда уже наступит, условно говоря, зима, отопительный сезон. Ставка будет сделана на ракетно-дронные атаки по энергетической инфраструктуре. То есть, ну, это абсолютно логично, мне кажется, тут просто надо иметь это в виду и готовиться к тому, что они будут продолжать действовать в этом направлении. В сомнении, то есть они перейдут к террору, как они всегда делают. Им нужен пиар. Россия готовится к атакам на энергетическую инфраструктуру. Готовится, при том, на государственном уровне. И если нанесение ударов по объектам инфраструктуры, не военная инфраструктура, это военное преступление, то РФ подтверждает статус страны-террориста. Что изменилось с прошлого года? Система стала децентрализованнее, говорит министр энергетики. То есть он говорит о том, что попадание, выведение из строя одного объекта не разрушит всю систему. Это в примитивном смысле. В очень примитивном смысле параллельное подключение объектов. То есть по всей Украине разом энергосистемы не лягут от попаданий, даже пусть в несколько важных подстанций. Но даже одно такое попадание, это уже катастрофа. Энергетические компании в прошлом году искали детали и агрегаты по всему миру. Сложно, долго и дорого, но кое-как зиму таки удалось пережить. Правда, россияне обещают такую же зиму сейчас. Они начинают готовиться уже, точнее они уже заканчивают готовиться. Они накопили ракет и дронов, по крайней мере, так говорит украинская разведка, воздушные силы и политики. Хотя генерал Скибицкий и представитель главного управления разведки Минобороны Украины оставляют такую деталь. России хоть и удалось разогнать производство ракет, но их количество такое же, как в прошлом году. Ну, приблизительно. Но ведь теперь, в отличие от прошлого года, Украина имеет мощное ПВО. Его хотя бы попросту стало больше. Значит, можно быть спокойным. А что будет, если Россия решится таки на атаку по Ровенской или Хмельницкой АЭС? Там тоже есть ПВО, но способ навредить всегда можно найти. Тем более, если отключить голову или прокачать ее российской пропагандой. Министр энергетики говорит, что в плане защиты объектов Украина чувствует себя защищенно. Все дело в поставках электроэнергии. Интересно, как это выглядит на самом деле. Ведь Россия уже начала свои обстрелы и уже попадает по подстанциям и теплоэлектростанциям. Можно посчитать это первыми шагами, пробными. Но если и их удается перехватить не все, то, скорее всего, рецепта от этого нет. CNN пишет со ссылкой на украинскую разведку, что удары по энергетике в этом году будут не такими примитивными, как в прошлом. А инфраструктура восстанавливалась в том году в течение 7 следующих месяцев после активных обстрелов. И все это время энергокомпания, ну а точнее энергокомпания, старались увеличить генерацию электроэнергии и как-то защитить инфраструктуру. Сейчас уже пытаются укрепить физически мешками с песком, дополнительными стенами и так далее. Мощности сократились приблизительно вдвое, по оценкам ООН. А это значит, что восстановление сложно, но возможно. Тут давайте еще вспомним, что сразу после начала вторжения Украина подключилась к сети Евросоюза. Что в принципе позволило критические моменты выравнивать баланс, синхронизироваться. В общем, благодаря этому объединению и Украина в нужный момент поддерживала Европу энергетически, и Европа в нужный момент помогла Украине. Но как быть теперь, если министр говорит об опасности именно в доставке? Ну то есть, грубо говоря, провода в опасности. Председатель Украинерго говорит, что нужно сделать так, чтобы россияне поняли неэффективность атак дронов. Сейчас это пытаются сделать физическими барьерами и усложнением, увеличением количества систем ПВО, количество, мощности и так далее. F-16 тоже, когда они будут, смогут теоретически помочь. Но поможет ли это все, если Россия поставит себе цель? Есть ли у них такие средства? Есть ли у них такие возможности? К сожалению, да. Можно ли полностью убезопасить себя от таких атак или от попадания, от проблемы перебоев с электроснабжением? К сожалению, нет. Никогда и никто не может такое обеспечить, тем более во время войны, а тем более имея дело с таким беспринципным врагом. Все это ведет к тому, что несмотря на усталость, нужно понимать, что отключение света и все вытекающие из этого процессы, как то остановка подачи воды, может быть отопление, к сожалению, неизбежны, пока идет война. Но если мы об этом знаем, то мы к этому готовы. Если мы к этому готовы, то российская армия не сможет достичь успеха. А значит, главная цель обороны выполнена. Но что самое интересное и самое важное, теперь мы можем ответить. Представители украинского Кабмина уже говорили о том, что в случае ударов по нашей энергоинфраструктуре, мы будем наносить по аналогичным целям удары в России. А еще можем наносить удары по нефтегазовой инфраструктуре, это тоже важно. Ну, теперь. И я думаю, в этой ситуации, когда терять уже нечего, ответные меры и ответные удары на самом деле не заставят себя долго ждать. Удары в ответ будут наноситься. Именно поэтому российская армия и медлит с нанесением ударов по украинским подстанциям и энергетическим объектам. Они прощупывают красные линии, которые в Киеве точно видят и точно будут соблюдать. Ну, а мы теперь готовы с вами и будем дальше следить за всем этим. Подписывайтесь на мой канал, название на экране и на канал 24. Это важно, чтобы ничего не пропустить и берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok